Итак, какой у нас план? Потратим кучу американских бабок налогоплательщиков страны на покупку вооружения, чтобы защитить Украину от России. Это, безусловно, только усилит конфликт. Что будет означать, что Украина понесет критические потери и будет нуждаться в реконструкции? О боже, это будет очень дорого. Да, в этом вся суть этого плана, потому что мы продаем вооружение, чтобы это стало причиной новых бомбежек. А потом, когда надо будет все восстанавливать, мы придем к ним и угадайте, кто предложит им все отремонтировать. Нет, не кто-то с улицы, а мы – Блэк-Рок. Блэк-Рок и Министерство экономики Украины подписали меморандум о взаимопонимании. В документе говорится, что американский инвестфонд будет консультировать правительство незалежной относительно инвестиционной дорожной карты восстановления экономики страны. Звучит заманчиво. Схема развала государств, по которой не один десяток лет успешно действовала Америка, была описана бывшим сотрудником Управления национальной безопасности США Джоном Перкинсом в 2004 году в его нашумевшей книге «Исповедь экономического убийцы». Сценарий выглядел примерно так. Решили, допустим, американцы заходить на своих яхтах в Панамский канал не в качестве гостей, а в качестве хозяев. В Панаму под видом консультанта экстракласса или советника по борьбе с экономической отсталостью отправлялся киллер, задача которого была запудрить мозги правительству этой страны. Мол, у вас огромный потенциал, давно пора становиться процветающей державой с развитой промышленностью, передовыми технологиями, но сейчас для рывка вам надо привлечь наши компании. Нет денег? Возьмите кредит в МВФ или Всемирном банке. Правда, есть одно небольшое условие. Осваивать заемные деньги, то есть поднимать Панаму с колен, будут исключительно американские фирмы. Мы организуем для такой страны большой кредит от Всемирного банка или дочерней организации, но деньги на самом деле в страну не идут. Они идут в наши собственные корпорации на создание инфраструктуры, например, электростанции и промышленные парки. От этого получают выгоду несколько богатых семей такой страны и наши собственные корпорации. За 20 лет своей работы Джон Перкинс лично приложил руку к краху Панамы, Индонезии, Колумбии, Эквадора, Ирана, Камбоджи, Ирака, и еще многих других государств. Но если вдруг лидер страны отказывался влезать в кредитную кабалу, то на смену экономическому киллеру американцы посылали к нему шакалов, людей, которые действовали уже не дипломатическими способами. Они выводили на улицы демонстрантов, устраивали в стране переворот, а порой и вовсе убивали глав государств. В своей книге я рассказываю, как провалил задание с демократическим руководителем Эквадора Хальми Рольдесом и лидером Панамы Амаром Тарихасом. У меня не получилось склонить этих людей к коррупции. Они не приняли предложение, которое я им сделал. Они оба были убиты ЦРУ. По аналогии, описанной Перкинсом, планируется, что Блэк-Рок для Украины станет и советником киллером, и кредитором киллером, и подрядчиком киллером, ну или просто киллером. Только вот не стоит думать, что миллиарды долларов, которые отправляет Запад в качестве помощи Украине, американские инвесторы будут осваивать в интересах незалежной, и уж тем более в интересах ее народа. Блэк-Рок как раз будет паразитировать на вот этом вот мутном потоке американских денег, которые будут якобы осваиваться на Украине, но фактически будут распределяться, скорее всего, еще не выходя из Соединенных Штатов. А долги государства-заемщика при этом будут только расти. В какой-то момент мы приходили вновь и говорили, ребята, вы не можете расплатиться, мы дадим отсрочку, но за это вы снабдите нас дешевой нефтью, будете голосовать в ООН так, как надо нам, или пошлете свои войска в помощь нашим куда угодно. У Украины нефти нет, поэтому отдавать, судя по всему, придется территориями, зерном, портами, оставшейся энергетической инфраструктурой. Но это будет завтра. А сейчас, во время военного конфликта, задача Украины, похоже, помочь глобалистам не только...